15.35 в Москве, вы слушаете программу «Дневной разворот», Ольга Бычкова, Алексей Соломин в студии и с нами сейчас по прямой связи из Кировской студии «Эхо Москвы» Никита Белых, губернатор, исполняющий обязанности губернатора Кировской области. Добрый день. Добрый день. Ага, все-всех слышно? Слышно хорошо, да. И главное, видно хорошо. И видно хорошо, да. Да, и мы видим там такие красивые логотипчики «Эхо Москвы» в Кирове, отлично. На чашечке, вот видишь, даже есть. Да, вижу. Ух ты, а у нас нет таких чашечек уже. Я надеюсь, вы приносите эту чашечку из администрации Кировской области. И она там трепетно живет. Да. Который час у вас сейчас в Кировской области? В Кировской области в московское время, Алексей. А будет теперь по-другому? Теперь говорят, что Кировскую область переведут на другую часовую зону, Москва плюс один. Нет? И законопроект, который внесен в Госдуму, он как раз предусматривает такое. Есть инициативы, во всяком случае они не приняты, но предлагают вернуть вам астрономическое время. А также республики Коми, Башкирии, Пермскому краю. Вот все вот это будет теперь с лишним часом для вас. Ну, я знаю про этот законопроект, который внесен в Государственную Думу. Понятно, что есть процедура принятия и рассмотрения законопроектов. Если говорить о моем личном мнении, я считаю, что ничего менять не надо. Я не знаю, как про другие регионы. Я в данном случае говорю про Кировскую область. Я считаю, что, с одной стороны, для работы единый часовой пояс с Москвой удобнее. То есть в плане синхронизации работы с разного рода федеральными структурами. Но тогда нужно всю страну перевести на московское время. Будет как в Китае, где один часовой пояс. Да, я хотел сказать, что практика ТДК есть, как вы знаете. И там, в общем, она, наверное, тоже не бессмысленна. Но понятно, что когда речь идет о сильно удаленных территориях, там разного рода проблемы могут возникать. Сложновато будет работать. Чисто биологически, да. Вот. Но если говорить у нас, там, по-моему, с 70-х годов у нас московское время. И жители региона просто к этому привыкли. А жалуются? Вот у вас есть, поступают вам жалобы о том, что это время не соответствует астрономическому. Астрономическому, в связи с чем, там, не знаю, нам плохо работать. Мы чувствуем себя уставшими из-за этого. Слушайте, ну, вот я думаю, что жалобы поступают абсолютно у всех. Допустим, зимой, то есть, да, когда утром темно, вечером тоже темно. И это не зависит, собственно говоря, от астрономического времени. То есть, такие жалобы и в Калининграде, и во Владивостоке, и где угодно. Поэтому, когда эта тема пошла, то есть, насколько я общался с людьми и посредством социальных сетей, и вживую, ну, у нас эта инициатива, этот законопроект восторга не вызывает. То есть, мы считаем, что вот то время, которое у нас есть, совпадающее с московским, то есть, оно вполне нормально, рабочее и комфортное для жителей Кировской области. Я просто не очень понимаю, в чём важность этих вопросов. Интрига с переходом к возвращению, с возвращением к зимнему времени, она уже идёт красной нитью просто. Она сейчас немножко застряла как-то. Но вот... Ну, надо задать вопрос тем, кто это инициировал. Как говорится, там не чешите, там, где не чешется, да? То есть, вот, вообще такого рода изменения, если говорить, мне кажется, должны проводиться, безусловно, с учётом мнения жителей региона, с учётом мнения региона. Ну, вот я житель региона, мне сложно понять, мне на час позже вставать или на час раньше. Если я буду ложиться поздно, понятно, я хочу просыпаться поздно. Людям нравится спать, а не нравятся... Все знают, что на их москве все встают поздно, то есть, кроме, там, Плющева может быть. Неправда. Нет, тут все круглосуточно не спят и круглосуточно спят. Мне можете не рассказывать, да? Да, да, да. Просто я перейду плавно к следующей нашей теме. Вот в Крым, например, там два часа разницы сейчас, из-за того, что киевское время станет теперь московским. То есть, вот это вот уже, наверное, существенная разница, если два часа для людей, особенно в зимнее время, когда сдвигается немножко всё, будет ощутимо, как мне кажется. Спросите об этом у жителей Крыма, да? Я же подчеркнул, что я могу говорить о Кировской области, да? И ещё раз говорю, я на эту тему общался со многими гражданами, там, как работающими в органах власти, так и неработающие. Подавляющее количество моих сограждан в Кировской области считает, что там все эти истории со сменой часовых поясов, они нам, региону, не нужны. Вот и всё. А что касается Крыма, то спросите, соответственно, у жителей Крыма. Ну, мы спросим, да. В Севастополе, в Севастополе, да. Ну, вот у исполняющего обязанности губернатора мы спросим сейчас о другом. Губернатора Кировской области, я прошу прощения. Вот мы прочитали в вашем блоге, Никита Юрьевич, тут много разного про Крым написано, интересного. Культурного. Культурного, да, в основном. Куманитарного. Ну, вот про гуманитарный, если можно, в самом конце, например, тут написано, многие компании, пишет Никита Белых в своем блоге, общественные организации выходят на меня с предложением организовать сбор помощи и средств для крымчан. И эта работа ведется. Вот я все время, честно говоря, я не против того, чтобы помогать людям, особенно когда люди хотят другим людям помочь, это совершенно прекрасно. Но что такого требуется для крымчан в смысле помощи и средств? Там же не было землетрясения, наводнения, урагана, там, цунами. Вот что они собирают? Ну, вот как раз, наверное, лишняя иллюстрация того, что это не от нас исходит. Да, это действительно, там, слога инициатива граждан. Мы действительно, там, у меня нет информации о том, что нужно жителям Крыма, какая помощь конкретно нужна, поэтому мы как область такого рода сбор там не организуем. То есть мы не можем, соответственно, запретить частным лицам и коммерческим организациям, если они этого хотят. Я, насколько знаю, вот как раз ряд организаций действительно обратились с такой инициативой. Мы сказали, что, пожалуйста, мы не против, делайте, объявляйте. То есть, там, коммунэнерго, там, строительные компании и еще, как бы, ряд организаций. Вот они собирают как деньги, так я понимаю, и, значит, разного рода имущества, то есть для того, чтобы организовать, там, организовывать доставку в Крым. Чем руководствуются с точки зрения определения потребностей, не знаю, да, то есть у них свои контакты. Как правило, это люди, у которых есть, там, родственники, друзья, у некоторых семьи в Крыму, так, то есть, и которые, собственно, получая информацию оттуда, уже и формируют тот перечень потребностей, который там возникает. А федеральная власть на вас не выходила с какими-то предложениями организовать сбор помощи? Потому что это все верно происходит. Многие регионы собирают эту помощь. Значит, нет, такого не происходило и не происходит. Было, если мне не изменяет память, только рекомендация Совета Федерации по поводу создания в регионах рабочей группы, то есть, по взаимодействию с Республикой Крым. То есть, все, то есть, каких-то указаний по поводу того, что надо собирать деньги или, там, какие-то, там, медикаменты, еще что-то такого не было. И, соответственно, те регионы, которые это делают, ну, собственно говоря, они так представляют необходимое взаимодействие. У меня представление, вот, лежит, как вы знаете, в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества. А вот, кстати, спрашивает, слушатель написал на сайт вопрос. Он спрашивает, а дни Кировской области в Крыму, они еще в силе? А это заранее же планировалось, да, наверное, давно? Да, ну, все в силе. Все будет происходить у нас, там, дни Кировской области в Республике Коми в мае, например, да. Там, там, в сентябре будут, там, дни Кировской области в Пермском крае. То есть мы достаточно активно межрегиональное сотрудничество развиваем, причем как в сфере экономического, так и в сфере культурного сотрудничества. А что в культурном плане объединяет Вятку и Крым? Александр Гримм тут написано. Да, да. Вот, на самом деле, много достаточно, там, контактов, связанных, или, точнее, связей, которые основаны на жизни и деятельности разных людей. Но наиболее такой крупной, что называется, темой, на мой взгляд, является жизнь Александра Степановича Грина. Который, как вы знаете, родился у нас в Слободском, а умер и похоронен как раз в Феодосии в Крыму. И последние годы жизни жил там. Вот, существует и там, и в Феодосии, и у нас дом-музей Грина. Значит, и там, и там существуют и там памятники, и скульптуры. У нас вообще тема гриновская очень активная и развитая и развивается. Набережная Грина, улица Грина. Вот, в прошлом году мы с вами даже об этом говорили, мы в августе учредили как раз день рождения Грина, день романтики в Кировской области. Поэтому, и надо сказать, что взаимодействие между нашими музейными и культурными организациями, с крымскими, он существовал многие годы. Но вот, как мне говорят, где-то шесть лет назад, то есть еще до моего прихода в Кировскую область, значит, эти контакты были с той стороны, ну, будем так говорить, заморожены. То есть, если раньше были достаточно там регулярные встречи, обмены группами, там, гриноведами, совместные мероприятия, то вот лет шесть назад это прекратилось. Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы это все восстановить. Есть планы и идеи, связанные с так называемыми гриновскими сменами. У нас достаточно большое количество учебных заведений, где ребята занимаются изучением литературного творчества Александра Степановича. И вот делая такие гриновские смены, там, не знаю, летом Феодосии, зимой в Слобоском, так, значит, в следующем году будет 135 лет, ну, со дня рождения, то есть такой небольшой юбилей. Вот я думаю, что мы как раз должны совместно подготовить план празднования юбилея этого, на мой взгляд, одного из крупнейших писателей 20 века и основателей там российского романтизма. Поэтому мне эта тема кажется, с одной стороны, ненадуманной, да, и если вы посмотрите, мы действительно последние два-три года грином занимаемся очень плотно. У нас существует международная премия имени Грина, которая каждый год вручается за произведения в духе Александра Степановича Грина, которая способствует развитию, там, светлых чувств у молодежи, там, вот я могу сказать, что из таких известных лауреатов этой премии, там, Сергей Елукьяненко, например, так, вот автор, там, ночного и дневного дозоров и многих других произведений, Кир Булычев, там, Альберт Лиханов, вот, и там ряд других людей. Я думаю, что мы вот в этом году посмотрим, может быть, как раз кого-то из крымских писателей от этой премии наградим. То есть, на самом деле, там есть уже лауреаты и из Украины, и из Молдови, и из других, там, бывших союзных республикан и независимых государств. Поэтому тема это реально существует, и мне кажется, что вот именно показать, что взаимоотношения с Крымом не является темой исключительно политической и экономической, да, то есть, мне кажется, такое развитие культурного, гуманитарного направления было бы весьма кстати. Тут вот пишет Ольга мне, что мы сами в прошлой получасовке признали, что есть трудности переходного периода в Крыму. Ну, трудности, трудности, тем же рознь. Ольга, согласитесь, что не ради всяких трудностей нужно там собирать гуманитарную помощь и объявлять вот такую вот... Нельзя же собрать посылочку в виде электроэнергии и прислать отсутствующим районам... Да, а люди пишут, вот еще другая пришла эсэмэска, мы крымчане сами можем помочь даже и москвичам. Вот в этом не сомневаюсь, кстати, ни секунды. А скажите, пожалуйста, вот сегодня каждый день приходит сообщение о том, что новые и новые влияния, вливания будут осуществляться так или иначе из бюджета в новый российский регион. И, например, вот сегодня самое свежее о том, что Центробанк должен перечислить большое количество денег, например, агентству страхования вкладов с тем, чтобы крымчане могли там решить свои проблемы с банковскими вкладами. Ну, то это только одна история, и их еще много, как известно. Другим регионам не обидно ли, что вот этому прекрасному полуострову, где, в общем, и так все прекрасно, красиво, субтропический климат, солнце и море, вот ему сейчас, его сейчас будут заваливать деньгами, вниманием и всяческой заботой. А кировские, например, пенсионеры останутся с тем, с чем были? Не обидно. Значит, ну, во-первых, тоже, чтобы было общее понимание, ситуация в Крыму, с экономикой Крыма отнюдь не так радужная, как может там показаться с первого взгляда, так? То есть это вопросы, там, к сожалению, если бы все вопросы заканчивались, там, субтропическим климатом, наверное, это было бы очень хорошо. Если вы знаете, то инфраструктурно Крым достаточно проблемная территория. То есть это же водоснабжение идет, значит, со стороны, там, другого сейчас государства Украины, да? Вопросы, связанные с энергоснабжением, тоже, как бы, вопросы, как показывает практика, значит, вот этих дней делает ситуацию в Крыму зависимый от действий уже другого государства Украины. Поэтому это первое. Это не, там, просто для того, чтобы не было каких-то попыток сказать, что там вот в Крыму все замечательно, то есть им помогать не надо. Если говорить о помощи, мне кажется, конечно, что больше эффект могут принести не прямые вливания в экономику региона, а создание неких особых условий. И если я правильно понимаю, сегодня в рамках заседания правительства Российской Федерации под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева, как раз и прозвучала тема о присвоении Крыму статуса особо экономической зоны. То есть, мне кажется, что с точки зрения развития экономики, вот статусы, связанные с налоговыми льготами, иными форматами более комфортных и благоприятных условий для инвесторов, может оказать в долгосрочной перспективе гораздо большее влияние позитивное на экономику, нежели какие-то прямые вливания. Хотя понятно, что некоторые вливания, но они объективно будут происходить. Мы понимаем, что тот же мост через Керченский пролив, то есть, это вопрос, просто, что называется, коммуникации региона с Россией. Потому что, в противном случае, только авиасообщение, то есть, или железная дорога через территорию независимого, но и, по понятным причинам, сейчас несколько раздраженно настроенного государства. Что касается денег, это не будут те деньги, которые, собственно говоря, забрали у российских регионов. Бюджеты сверстаны, бюджеты сформированы, и все, что касается федеральных субсидий, дотаций и субвенций, на этот год они полностью расписаны. То есть, можно говорить о том, что, а вот если бы, там, не оказывать помощь Крыму, а вот эти гипотетические деньги направить регионам, ну, знаете, не только история, не знаю, сослагательных наклонений, но и бюджетный процесс. То есть, вот, в бюджетном процессе словосочетание «если бы», там, не используется. Поэтому мне в данном случае, там, все, что федеральный бюджет обязан по отношению к Кировской области на этот год, он сделал или, скажем, будет сделано, там, в чем у меня сомнений нет. Что касается помощи, там, конкретному региону, еще раз говорю, надо смотреть весь пакет. Мне кажется, что упор, конечно, надо делать на вопросы создания условий для привлечения туда инвестиций, но и ряд инфраструктурных проектов, без которых, собственно говоря, регион действительно не сможет существовать. Это и связь с Россией по, там, железнодорожному и автомобильному сообщению, мост. Это, я думаю, что и вопросы инфраструктурные по воде, электричеству и, может быть, еще, как бы, ряду ресурсов. Но разные регионы борются за свои инфраструктурные проекты, которые помогут развитию своих регионов. И на столе у министров лежит множество проектов, на которые рассчитано тратить, там, деньги ФНБ. Они конкурируют между собой тоже. Вот вам, я не знаю, в Вятской области есть ли какие-то глобальные вещи, типа БАМ или Транссиба, рассматриваются ли они, есть ли какие-то запросы. Но, по вашему ощущению, у губернаторов, у ваших коллег нет какой-то вот огорченности из-за того, что их предложения, их варианты, ну, теперь уйдут в задний ящик стола. Видишь ли, Алексей, есть такая общесистемная проблема, связанная с тем, что инвестиции на крупные инфраструктурные проекты, их получить можно только в условиях, там, непосредственного указания со стороны, там, первых лиц государства. К сожалению, конкурсы, которые, как бы, проходят, да, то есть они не позволяют говорить о том, что, там, все в равных условиях конкурируют, там, решения, как бы, принимаются. Поэтому, то есть есть ряд проектов, которые, там, реализуются на территории Кировской области за счет, или, там, с участием федеральных денег. Есть проекты, по которым, которые, считается, там, лежат на столах в министерствах, по которым есть определенные визы, то есть, но недостаточные для того, чтобы эти проекты реализовались. Есть проекты, по которым мы готовим обоснования. Но сказать, что какой-то из этих проектов будет отодвинут именно из-за Крыма невозможно. Потому что, еще раз говорю, там, на сегодняшний день конкурс на середине этих, как бы, проектов, она не сильно, будем говорить, прозрачна с точки зрения процедуры. То есть, и поэтому, если бы вот эта прозрачная процедура существовала, и можно было бы сказать, что, знаете, вот, там, вот этот проект должен был выиграть, но теперь он отодвигается из-за необходимости инвестиций в Крым, тогда можно было бы на эту тему как-то серьезно дискутировать, так? Поэтому, я еще раз говорю, мы на сегодняшний день, там, не знаем, там, ни объема средств, ни куда они, там, планируются быть направлены по Крыму, за счет каких источников, что там за счет... Вам нечем возмущаться, потому что вы не знаете, чем возмущаться. Нет, так вот, подожди, еще раз говорю, вот, я могу сказать, что то, что нам федеральный бюджет должен, да, он эти деньги выделяет. Говорить о том, что можно было бы выделить, значит, больше, то вот это можно было бы, да, оно не зависит от Крыма или не Крыма. Да, что это, там, процедура, там, добычи, что это денег из федерального бюджета, дополнительно сверх тех дотаций и федеральных программ, которые существуют, это отдельная история, требующая больших лоббистских усилий и возможностей, да, нетривиальных ходов, да. И в этом плане что это Крым, не Крым, то что, да, если ты не умеешь эти деньги выбивать, да, то даже если бы не было Крыма и ничего другого, ты бы их не получил. А если ты, там, умеешь их выбивать, да, то будет, там, 10 Крымов, там, да, значит, ты их все равно, скажем, получишь рано или поздно для реализации своих проектов, вот и все. А что значит «умеешь выбивать»? Это зависит исключительно от активности, встреч, разговоров, знакомств? Как это происходит? Это зависит от комплекса мероприятий, да, это зависит, в том числе, и от активности работы губернаторов и представителей его верхней и нижней палате. Это зависит от качества подготовки проектов. Это зависит, то есть, от, условно говоря, попадания в соответствующие тренды, да, то есть, потому что есть, понятно, как бы проекты, которые активно там поддерживаются, да, и там некая логика и вектор в государстве там полностью этому соответствует, да, а есть какие-то проекты, которые, ну, понимаете, там, тема с дорогами, она всегда была и будет, да, и поэтому если там каждый регион будет приходить с тем, что вот нам нужно отремонтировать там дорогу, да, то есть, там, вот этот проект, он не имеет какого-то серьезного будущего без какой-то очень веской аргументации и привязки к чему-то там совершенно самостоятельному и отдельному. Поговорим про санкции. Про санкции. Ну, такое, в своеобразном роде, да, я напомню, Никита Белых, исполняющий обязанности губернатора Кировской области, в эфире «Эхо Москвы», не так давно появилась вот эта вот инициатива Минпромторга, которая пока еще, насколько я знаю, в правительстве не рассматривалась, но поговорить о ней, наверное, стоит, потому что многих она возмутила. Эта инициатива касается закупки иностранной медицинской техники в России, и указано, что если в таможенный союз производят какие-то аналоги, то следует отказаться от импортных товаров. На ваш взгляд, вот сейчас же можно обсуждать еще решение не принято, отказ от импортных, там, рентгенологического оборудования, прочих-прочих вещей, которые, в общем, нам помогали все это время, как известно, вот вы недавно... Ключевое слово «томография», это обычно вот то слово, по которому все сразу понимают, о чем идет речь. Ваше отношение к подобной инициативе? Ну, во-первых, хотелось бы, конечно, услышать прежде всего реакцию и заключение Министерства здравоохранения. Так, по профильному министерству. Во-вторых, позиция Минпромторга, она понятна, да? То есть, в общем, когда речь идет о поддержке той или иной отрасли, собственно, у государства не очень много механизмов для поддержки и развития отрасли. Это налоговые леты, таможенно-тарифное регулирование, реактивирование бюджетной инвестиции и, собственно говоря, вот этот протекционизм, да? Собственно говоря, там, насколько я понимаю, Минпромторг в данном случае руководствуется именно своим представлением о том, что нужно сделать с точки зрения поддержки отрасли производителей, значит, соответствующего оборудования медицинского. И вот, собственно говоря, предлагает, значит, создать, по сути дела, особые условия, там, повышающие спрос и, соответственно, сбыт для этих производителей. Причем, если я правильно помню это предложение, оно касается как раз тех, как бы, видов действительно оборудования, то есть, по которым есть производство на территории таможенного союза. Делаешь не в количестве, как всегда, в качестве. То есть, угрозы связаны с тем, что там какого-то оборудования не будет, да, и его, как бы, быть не должно. Насколько, а вот вопрос, как бы, качества, да, я почему и говорю о том, что это вопрос к Министерству здравоохранения. То есть, почему они, почему от них важна реакция? То есть, если они скажут, что да, наше оборудование, там, томографическое, рентгенологическое, какое-то иное, не уступает зарубежным аналогам, значит, и действительно, как бы, там, способно с ними конкурировать, то создание таких особых условий, то есть, ну, оно укладывается в рамки, скажем, такой, не сильно либеральной, то есть, ну, там, какой-то понятной экономической политики. Если речь пойдет о том, что это оборудование, оно, там, в принципе, там, непригодно и не может быть использовано, да, в тех или иных сферах здравоохранения, да, тогда, понятно, это вопрос уже, там, не поддержки отрасли, а вопрос безопасности населения. И тогда это должно рассматриваться, там, не в контексте, там, предложением промторга, да, то есть, извиняюсь, правительством на уровне того, что мы вообще хотим сделать, да, то есть, не создаем ли мы угрозу для, вообще, жизнедеятельности наших граждан. Никита Белых, исполняющий обязанности губернатора Кировской области, в эфире «Эх Москвы», новости, затем Евгений Ясин. Спасибо большое, Никита. Спасибо. Разворот.